Уважаемые рыбы, всем доброго времени суток! Вы на канале Око Таро и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 26 февраля по 3 марта включительно. Что вас ждет в этом периоде? Информация общего характера, расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам. События этой недели мы будем рассматривать в общем. Дом, семья, личные отношения, также ваша работа и карьера, возможные доходы и расходы, кредиты для тех, для кого это важно, внешний мир. Посмотрим, что в скрытых факторах, подведем итоги всей этой недели, посмотрим, какими для вас предположительно могут быть выходные дни. Также в раскладе будет карта дополнительного совета или форс-мажора. И сейчас вы традиционно можете загадать картам один вопрос-желание. Карта, которую я достану, самый последний, после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответить на загаданный вами вопрос. Поэтому думайте о своем желании. Колода настраивается на ваш запрос. Работаем мы сегодня на универсальном Таро, а помогать нам будет Оракул Ленорман, Вишневые и Лиловые Сумерки. Итак, колода готова. Кому нужно больше времени на свой вопрос-желание, нажимайте на паузу, а я приступаю к выкладке карт. Уважаемые рыбки, все карты вашего расклада перед вами, и я приступаю к его прочтению. Ваш расклад начинается с хорошей, практичной карты, и это девятка монет. Это говорит о том, что в начало этой недели вы входите с хорошим настроением. Вы себе что-то по этому Аркану можете позволить. Эта карта может показывать любые материальные блага. Конечно, вы также многие, те, у кого есть основная работа, ваши мысли также и о работе, но при этом вы думаете и об отдыхе, и о каких-либо покупках, может быть, для себя, или для дома, или для близких. В понедельник как раз хорош для того, чтобы решать любые деловые вопросы. Общий запас энергии по этой карте прекрасный. В понедельник вы можете как поработать, так и отдохнуть. Все зависит от вас. Я вижу, что вы должны уметь, и вы умеете планировать свою жизнь. Но на входящие события выпали три интересные карты, и это три подряд старших Аркана. Одна из них – это карта Шута. Далее мы видим Повешенного, а закрывает ваш расклад карта Умеренности. Есть еще два старших Аркана – это Влюбленные и карта Луны, которые выпали в скрытые факторы. Это говорит о том, что из-за чего-то будут волнения, могут быть неясности в некоторых вопросах, но по Шуту вы с чем-то слишком, может быть, торопитесь. Также, так как эта карта выпала рядышком с девяткой монет, она говорит о том, что вы необдуманно можете потратить какие-то большие суммы денег. Когда вы тратите, вы вроде бы об этом особо не беспокоитесь, но по этой карте это, может быть, не всегда разумные траты, которые финансово вас могут немножечко истощать или обнулять. Вы-то потом заработаете, но карта Умеренности в вашем раскладе как раз говорит об обратном. Она говорит о том, что в этом периоде не стоит разбрасываться деньгами. Стоит деньги попридержать и даже немножечко попытаться поэкономить. Но так как в дом ваших финансов выпала активная карта Рыцаря Жезлов, я этой экономии не вижу. Я вижу, что есть какие-то также и важные задачи, которые требуют ваших финансов. Вы во что-то вкладываете деньги. Ваши деньги активны, но даже если вы вкладываете их в работу, они себя отработают, но немножечко позже. По центральной карте на этой неделе, особенно в середине этого периода, не стоит спешить ни с какими решениями. Карта Повешенного может показывать и некоторые ограничения, стесненные обстоятельства или то, что в каких-то ситуациях вам приходится чем-то жертвовать ради кого-то или ради чего-то. Возможно, вы что-то делаете в ущерб себе. Это может быть общее состояние, когда вам кажется, что ничего не двигается или что-то тормозится. Но из любой жизненной ситуации будет на один выход, потому что в скрытых факторах карта влюбленных, которая предполагает для вас выбор, и высшие силы вам будут всячески помогать с этим самым выбором, чтобы вы не совершили ошибку, чего бы это ни касалось. Работы, карьеры, ваших финансов или даже взаимоотношений. Потому что то, что касается личных отношений, если говорить о наших семейных парах, ваши отношения оставляют желать лучшего. У тех, кто в свободном поиске, ситуация получше, но я тоже пока не вижу чего-то конкретного. Те, у кого есть основная работа. Центральный аркан может говорить о том, что в середине этого периода, возможно, притормаживаются какие-то сделки. Может быть, вы сами что-то притормаживаете сознательно. Может быть, вы ждете каких-либо предложений, сотрудничества с кем-либо. Любого рода изменений. По шуту я вижу, что вам хотелось бы обновлений. И, возможно, вы даже готовы рисковать для того, чтобы запустить какой-то новый проект. Потому что есть какая-то идея, которая не дает вам покоя, и вам хочется что-то реализовать во что бы то ни стало. Но этот аркан говорит о том, что не стоит торопиться. И по поводу как раз чего-то нового, возможно, и происходит подвисание. Приходится ждать. Также те, у кого есть дети. Может быть, очень важна тема ваших детей, их образования, их дальнейшего будущего. Да, именно образование. Даже если ваши дети уже получили одно образование или что-то закончили, по этому аркану возможно изучение чего-либо еще. Если вы сами являетесь учащимися, вы для себя что-то изучаете, в учебе тоже может что-то тормозиться. Может быть, вам не все ясно или понятно. Может быть, вам больше нужно посидеть над какими-то знаниями, проработать их, потому что карта умеренности говорит о том, что есть определенная база знаний, но ее недостаточно. И если меня смотрят те, кого ждут поступления, экзамены, тестирования, стоит по этой карте лучше подготовиться. Рядом с повешенным, с левой стороны мы видим карту восьмерки чаша. Это говорит о том, что бывают моменты, когда вам хочется что-то бросить или выйти из какой-то ситуации. Но ни с какими решениями в этом периоде не стоит спешить. Давайте посмотрим, что же нужно знать тем, кто все-таки работает, и тем, кто не работает. Я беру дополнительные карты для того, чтобы немножечко прояснить ситуацию каждого из вас. Для тех, кто при работе. Для вас выпала девятка мечей. Карта тоже показывает ограничения. Возможно, эти ограничения у кого-то могут быть по состоянию здоровья. Поэтому обратите внимание и на свое собственное здоровье, в особенности в середине периода. Может быть, кто-то просто пока на больничном. Может быть, это какие-то вопросы дома, семьи, которые вас также могут в чем-то тормозить и отражаться на вашу профессиональную сферу. Этот аркан еще говорит о том, что в прошлом по работе может быть, что-то не совсем получалось, и вы тут из-за чего-то тоже расстраивались, расстраиваетесь и сейчас. И вторым выпал паш мечей. То есть вы напряжены, вы нервничаете, у вас не хватает какой-то информации. Или если к вам поступает какая-то информация, она нервная, она вас раздражает. Эта карта может показывать любые небольшие недоразумения или конфликтные ситуации. Если вы работаете на кого-то, это чье-то желание вас проверить. Или кто-то, может быть, кого-то против вас настраивает. Или тут может быть элементарная зависть. Может быть, кто-то вышел из вашего доверия, и вы сами кого-то готовы поставить на место, внести во что-то ясность. Также по этой карте могут проходить мелкие бумаги, мелкие документы, которые тоже нужно приводить в порядок. Или нужно привести в порядок какую-то информацию. Тут работа с информацией. Вам нужно что-то просматривать или продумывать наперед. Возьмем для вас еще одну карту. Посмотрим все-таки, чем дело завершится. Шестерка монет. Говорит о том, что в работе что-то будет стабилизироваться. Если для вас принципиально оставаться именно на этой работе, тут что-то наладится. Но чуть-чуть попозже, уже со следующей недели, будут изменения. Также этот аркан предполагает то, что если вам понадобится помощь, она у вас будет. Если говорить о партнерстве, эта карта говорит как раз о партнерстве, о том, что есть человеки или люди, которые готовы с вами посотрудничать. Вы способны заработать, но вы отдаете больше своих сил и энергии в те или иные процессы, чем другие люди. Но, возможно, делаете это сознательно. Давайте возьмем карту для тех, кто в этот период вошел без работы. Для вас выпла двойка монет. Она говорит о том, что вы каждый день как белка в колесе. Может быть, вы даже думаете о какой-то небольшой подработке. Может быть, у кого-то есть уже небольшой источник дохода. Но этих денег все равно может не хватать. Поэтому тема финансов вас все равно волнует. Давайте возьмем для вас еще одну карту. По ту зума нет. Какие-то хорошие предложения касательно работы все-таки будут немножечко позже. Даже если на этой неделе вы с кем-то что-то обсуждаете или у вас есть собственная мысль того, куда вы хотели бы пойти, не торопитесь, потому что в целом эта неделя не очень хороша для любых начинаний. А уже с последующей недели будет больше возможностей, больше шансов. Это могут быть также и ваши собственные идеи, которые вы сможете перевести в исполнение, но тут и помощь свыше есть. Поэтому будет приходить и нужная информация, и возможно, кто-то вам предложит свою помощь или работу. Но трудоустроиться при желании вы сможете. Возьмем теперь карту для тех, кто пока на пенсии, или вы по другим причинам дома. Для вас выпала карта старшего аркана колесницы. Я вижу, что вы тоже активны. Скорее всего, у кого-то здесь могут быть разъезды, дороги и любые поездки. Может быть, вы сейчас в состоянии дорог. Может быть, вы планируете куда-то поехать на ближайшее время. И карта рыцаря жезлов тоже показывает движения, тоже возможные дороги. И то, что в эти дороги вы вкладываете определенные деньги для того, чтобы в вашей жизни были изменения. То есть эти дороги для вас важны. Вы сами пытаетесь что-то проинициировать или ускорить. Но если у вас на этой неделе что-то начинает притормаживаться, а центральные карты говорят о том, что у всех, может быть, в самых важных делах приостановка, не нервничайте. Вы ждите. Вы эту дорогу сможете совершить, но, возможно, немножечко позже. Или задуманные планы, а по этому аркану могут быть любые планы, которые есть в вашей голове, у вас есть стопроцентная возможность их привести в исполнение. То, что касается внешнего мира, на внешний мир выпала карта тройки мечей. Это говорит о том, что информация из внешнего мира вас разочаровывает. Вам из-за чего-то больно, болит ваше сердечко. Эмоционально из-за чего-то очень тяжело. Эта карта параллели, также в большом кресте вашей судьбы, с девяткой чаш. Это может еще говорить о том, что вы разочаровываетесь в ком-то и из своих близких, друзей или родственников. Или любимый человек, если есть такой, если вы в паре, может вас также чем-то огорчать. И если мы по первой карте вашего расклада видели то, что вы пытаетесь что-то спланировать, что-то организовать, то вторая карта вашего расклада шута говорит о том, что что-то начинает развиваться спонтанно, в негативе, и вам какие-то события или ситуации сложно контролировать. Потому что по шуту, в отношении тех вопросов, которые для вас важны, кто-то может проявить несерьезность, халатность, безалаберность. И карта может просто говорить о том, что вы сталкиваетесь с чьей-то безответственностью, которые могут отражаться на ваши дела в общем. Если меня смотрят те, кто, например, пытался поменять работу одну на другую, были мысли с работы уйти, пока тоже с этим не спешите. Вам нужно сначала подготовить место для ухода туда, куда вы могли бы перейти или уйти. Поэтому и говорится, не спешите. И к этому вас призывает и умеренность. Она может говорить о том, что вы сейчас можете находиться в каких-то стесненных обстоятельствах, но вам нужно с другими людьми как-то уметь договариваться. Возможно, даже в каких-то ситуациях идти на некоторый компромисс. Это временные неудобства. Они не будут продолжаться вечно, поэтому не переживайте. Ну а теперь давайте посмотрим, что происходит у наших семейных пар, в ваших домах, в ваших отношениях. Для семейных пар выпала девятка чаш и восьмерка чаш. Девятка чаш может предполагать праздник в доме, день рождения, гостей, радость. Лично вы что-то для дома пытаетесь сделать хорошее. Я вижу, что вы на позитиве. Я вижу, что вы для дома и для своего партнера стараетесь сделать что-то хорошее. Пытаетесь, может быть, как-то угодить. Но карта восьмерки чаш рядом может говорить о том, что ваш партнер или партнерша от чего-то устал, нежелание общаться, может уходить от каких-то разговоров или от какой-то ответственности. Считает, что вы его или ее в чем-либо не понимаете, недопонимаете. Я вижу, что в вашем подсознании дороги вы хотите куда-то поехать, как на дальнее расстояние. И у вашего партнера в подсознании тоже дороги. Но я так понимаю, что это абсолютно разные дороги. То есть каждый из вас думает о каком-то своем направлении. Но в отличие от партнера вы пытаетесь что-то в семье уладить, привести в порядок. Ваш партнер даже может не пытаться сейчас что-то менять. По раскладу я вижу, что вам сейчас нельзя идти на прямой конфликт с партнером, даже если вы из-за чего-то расстраиваетесь, а по сердечку это вполне возможно. Старайтесь любую ситуацию сгладить по умеренности. Не пытайтесь выяснять отношения, это ни к чему пока не приведет. Если ваш партнер сознательно уходит от общения, значит не общайтесь, займитесь тем, что вас могло бы порадовать или отвлечь. Глядя на настроение вашего партнера или на его действия, может быть у вас появляется желание также выйти из этих отношений, но карты говорят о том, что не время выходить из отношений, даже если у вас есть такие мысли. Позже я вижу, что у вас будет выбор в любви, выбор в отношениях, но сейчас не торопитесь ни с чем. Теперь перейдем к нашим свободным рыбкам. Для свободных выпала восьмерка жезлов, двойка жезлов и карта шестерки мечей. Восьмерка жезлов очень хорошая карта, она может говорить о том, что вас ждут и встречи, и общения, кто-то к вам может проявлять интерес, вы к кому-то можете проявлять интерес. Ваши партнеры, предполагаемые спутники или спутница может быть где-то на расстоянии. Вы можете общаться не с одним человеком, потому что центральная карта может предполагать выбор. Вы захотите с кем-то увидеться или кто-то захочет увидеться с вами, потому что эта карта предполагает движение вперед, дорогу, и эта карта тоже предполагает дорогу. Но это могут быть и любые другие дороги, не связаны с личными отношениями. Может быть, вы сейчас в раздумьях того, как лучше поступить или куда лучше поехать, какое выбрать направление. Если ехать, то куда. Двойка жезлов говорит о том, что все равно вас также волнует тема финансов, и вы хотели бы быть более финансово стабильны или более обеспечены. Если говорить о каком-либо переезде, смене места жительства, то к этому тоже нужно отнестись серьезно и лучше к таким событиям подготовиться те, у кого такие события намечаются. У многих из вас в профессиональной сфере тут могут быть неплохие возможности, но последний аркан говорит о том, что стоит чему-то подучиться. Может быть, кому-то нужно изучить язык, для кого-то, может быть, это специализированные знания, касающиеся той или иной профессии, в которой нужно поднять уровень своей квалификации. Очень много общения и очень много информации идет извне, потому что эта карта может показывать и интернет, и телефонные переговоры, и какие-то важные встречи. В вашем случае ваша активность, конечно же, вам помогает. И даже если в какой-то момент в ваших вопросах или делах возникает некоторая пауза по центральной карте, то эта пауза будет недолгой, потому что здесь снова движение вперед, и я вижу, что вы для себя выбираете какой-то или новый курс, или новое направление. Тут идут очень хорошие возможности, которых вы пока еще не видите, но они у вас есть. Интуитивно вы понимаете, что вы на правильном пути. И если говорить о личном, даже если вам кто-то очень нравится, и вы с человеком встречаетесь давно, все равно не спешите. Карта влюбленных говорит о том, что у вас еще впереди будет выбор. С одной стороны, вы вроде бы как уверенный в человеке, с другой стороны, это карта искушений. Вы начинаете сомневаться. И также аркан луны в скрытых факторах может говорить о том, что есть те обстоятельства, которые еще будут всплывать, или какая-то информация, которую вы не видите. А если кто-то из вас имеет дело с несвободным человеком, то тем более, тут влияние семьи. Если говорить о женщинах, то на выбор вашего мужчины можете влиять кто-то с его стороны, или мать, или сестра, женщина из семьи. Но, может быть, есть еще одна женщина, которая претендует на того человека, о котором думаете вы. Если говорить о подведении итогов конкретно этой недели, то на подведении итогов мы видим карту умеренности. Эта карта говорит о том, что что-то важное проделано, но далеко не все. И есть еще какие-то задачи, которые полностью не разрешены. Если говорить о выходных, не стоит себя в эти дни чем-то перегружать, перенапрягать. Постарайтесь отдохнуть и набраться сил. Будучи дома, возможно, что-то лучше для себя изучите, или лучше к чему-то подготовьтесь. Этот аркан показывает и вашего ангела-хранителя, который вас охраняет, оберегает, пытается вам в чем-то помочь. Здесь я уже не вижу никакой нервозности, здесь внутреннее спокойствие, а вы просто пытаетесь разобраться с тем, как дальше действовать правильно. Тем более, что рядышком с этим старшим арканом выпал второй старший аркан влюбленных, который и говорит о любого рода выборе, не обязательно в любви. С принятием того или иного решения вам будет помогать женщина. Мы здесь видим королеву монеты, возможно, это женщина, с которой вы связаны работой или делами. Это может быть женщина земной стихии, телец, дева или козерог по гороскопу. И если говорить о женщинах-рыбках, то по этому аркану вам на что-то нужно посмотреть с практической стороны. Делайте выбор, который вам был бы выгоден на будущее. Очень много переживаний, волнений, связанных с семьей, еще будут. Это то, что еще предстоит. И я вижу, что из-за кого-то близкого вы можете также страдать и нервничать. Те, у кого есть долговые или кредитные обязательства, даже если в этом периоде возникают накладки и есть сложности с отдачей, все равно постарайтесь свои долги закрывать. Женщине в этом может помочь мужское лицо, а мужчине наоборот. В таких вопросах может помочь женщина. Конечно же, на этой неделе не стоит оформлять никаких крупных сделок, таких как купля или продажа недвижимости. Если у кого-то действительно назревает переезд или какие-то глобальные обновления, к ним нужно лучше подготовиться, потому что по этой карте события могут развиваться непредсказуемо, спонтанно и финансово вам нужно быть лучше готовыми в том числе. И то, что касается любых крупных инвестиций, я уже вам говорила о том, что не спешите расставаться с деньгами, а наоборот попридержите свои финансы. Ну а теперь посмотрим на карту дополнительного совета или карту форс-мажора. На форс-мажор выпал рыцарь мечей. Карта конфликта, карта мужчины, мужчины, который идет к вам с негативом или с претензией. Карта может показывать военного, служащего, просто раздраженного человека, неспокойного или озлобленного, от которого могут исходить какие-то дурные вести. И эта карта может даже говорить о том, что кто-то готов применять свою силу в конфликте с вами, если такие конфликты возникают. Если говорить о женщинах, это могут быть нервы из-за мужчины. Если говорить о мужчинах, о рыбках, возможно, вы сами будете на кого-то очень сильно злиться по этому аркану, кого-то захотите поставить на место, но довольно-таки в жесткой форме. Эта карта может показывать любой разговор, который будет вызывать у вас нервы и напряжение. И тут может проходить любое выяснение отношений. Давайте посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта старшего аркана императрицы. Если говорить о женщинах, ваш вопрос во многом зависит от вас самой. По факту этот аркан дает ответ «да». Но я вижу, что несмотря на то, что вы желаемое «да» можете получить, на ближайшее время будет еще очень много смуты. Если в вашем вопросе есть еще один человек, на которого вы рассчитываете, этот человек вас подведет или разочарует. Если говорить о мужчинах то же самое, вопрос зависит от женщины, скорее всего той женщины, которая вам чем-то уже помогала, которая вас переживала, в отношении вашего вопроса есть какие-то скрытые помехи или какие-то скрытые факторы или скрытые обстоятельства. Давайте возьмем также дополнительные карты из «Оракула» или «Норман» и спросим, что еще вам нужно знать. Уже две первые карты вы, наверное, уже сами видите. даже картинки этих карт. Посмотрите, карта метлы. Далее мы видим карту кобры, которая притаилась в корзиночке в жилом помещении. Это говорит о том, что у вас есть враг в вашем близком окружении. Человек опасный, человек токсичный, человек непредсказуемый и агрессивный. Вот эти карты могут показывать прямую схватку с этим человеком. То, что от какого-то конфликтного разговора вам не уйти. Возможно, даже по этой карте вы захотите в чем-то сами расставить точки нады, потому что это тоже карта выяснения отношений, но в более мягкой форме. Но так не получится. Вы будете пытаться, вроде бы как по-нормальному, но на вас могут оказывать давление. Шипеть и брызгать ядом. Тут есть женщина, от которой исходит негатив, либо это женщина, которая вхожа в ваш дом, либо женщина, которая где-то рядышком с вашим домом. Но мы также видели негатив, исходящий и от мужчины в скрытом факторе форс-мажора. Здесь мы видим карту развилки, карту дорог, выбора варианта, выбора направлений. И повлиять на какой-то ваш выбор. И делать это могут весьма токсично. Также эта карта может просто говорить о том, что есть какие-то скрытые факторы, связанные с дорогами, сложности. Если вы хотите куда-то переезжать, съезжать, или предстоит какая-то дорога, тут могут быть определенные сложности. Может быть именно поэтому и говорилось по центральным картам, что пока не стоит с чем-либо спешить. Также эти карты показывают чью-то подлость, то есть те действия, которых вы не ждете. И по факту для вас это какой-то вынужденный выбор, перед которым вас ставят. Давайте возьмем еще несколько карт на возможное дальнейшее развитие событий и возьмем для вас карту совета. Очень много нервов. Карта туч говорит о том, что ситуация развивается непредсказуемо. Она не во всем зависит от вас, еще от каких-то внешних факторов, других людей, обстоятельств, на которые вам сложно повлиять, и вы не видите, в общем-то, этих обстоятельств. Рядышком выпала карта звезд. Обе эти карты в комбинации могут говорить о том, что какие-то неприятности все-таки затягиваются надолго, но выход все-таки для вас по звездам есть. Он будет, но на разрешение какого-то вопроса все-таки будет уходить время. И мы видим книгу, открытую книгу, работа с информацией. Возможно, вам нужно будет оформлять или какие-то бумаги, справки, или какие-то документы, или вам действительно нужно будет что-то изучить. И в этом плане тут еще много работы. Также эта карта может говорить о том, что для вас вскроется или откроется какая-то информация, которая была закрыта раньше. Возможно, информация, которая была секретом или тайной. То есть что-то тайное становится явным по этому аркану. И возьмем еще одну карту. Карта сердечка говорит о том, что будет какой-то человек близкий к вам, который будет заинтересован в том, чтобы вам помочь. Или впоследствии по этому аркану вы с кем-то сможете все-таки заключить некий нужный для вас договор. Но скорее всего вам еще понадобится чья-то помощь или помощь общественности, или помощь каких-то контактов, связей, или вам нужна дополнительная информация. В помощь вам не только люди, но и интернет по этому аркану. Потому что какую-то информацию вы еще черпаете из интернета. Возможно просматриваете какие-то сайты, ищите то, что для вас нужно. Уважаемые рыбки, такой для вас была информация на этот период. Расклад получился довольно-таки сложный. Вам интересно, как для вас эта неделя проиграется. Оставляйте обратные комментарии. Я вам желаю, чтобы все, даже сложные карты, проигрались для вас максимально гармонично и комфортно. Если на момент просмотра с вами срезонировало хотя бы 30% информации, уже стоит прислушаться к советам, которые дают карты. таким образом вы все-таки сможете избежать определенных ошибок или неприятностей и зная о чем-то заранее, возможно, уже на что-то вы посмотрите другими глазами. Поэтому всем вам добрый час, всем вам удачи и женщинам и мужчинам. Благодарю вас за просмотры и я не прощаюсь с вами, я вас всех жду на следующей неделе. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok